Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-7, днем плюс 4-9. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесии без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-4, днем до плюс 7 градусов. Ночью и утром на дорогах гололедица. Наша сегодняшняя гостья – настоящая звезда. С ее творчеством в нашей республике, а также за ее пределами знакомы все. Уже в 16 лет она получила звание заслуженной артистки Абхазии. И так в эти минуты в нашу студию пришла народная артистка Карачаева-Черкесии Лидия Батчаева. С ней встретилась моя соведущая Белла Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Лида. Я просто не могу сказать и передать те чувства, которые я испытываю от того, что ты пришла к нам в гости. Потому что ты так давно уже не приезжала. Мало того, что ты уехала из нашей страны. Но я знаю, что ты никогда не забудешь свои корни и постоянно возвращаешься сюда, на свою малую родину. И сейчас ты у нас в Карачаево-Черкесии. И я знаю, что буквально недавно у тебя был концерт в Нальчике. Планируется другой концерт в Карачаевске. Я думаю, ты об этом расскажешь. И сегодня вот смотрю на тебя. Ты прям как настоящая рокерша. Поменялась стиль? Во-первых, спасибо, что пригласили на эту передачу. Во-вторых, всем жителям сразу скажу предновогоднее пожелание. Очень люблю. Хочу, чтобы вы были здоровыми, чтобы 2024 год, 2024 год для всех был самым здоровым и счастливым. Спасибо. То, что рокерша, это мой характер. Я никогда в жизни не думала, что я могу одеть платье и быть такой красивой. Но рокерша, это мой характер. Вот этот жесткий характер. Но заодно и вот эти дела, это же нежности такие. Немножко нежные, а в основном жесткие. Я хочу удариться в металл. Понимаете? Было. Надо же менять. Стиль менять. Конечно. Ну, что касается концертов. Как все прошло в Нальчике? В Нальчике прекрасно прошел концерт. Очень прекрасный зритель был. Немного, если так честно, в музыкальном театре, но больше половины театра был заполнен. Потому что очень большие причины были. В этот день два концерта было. Балкарский театр ставил свои два спектакля. Балкарий ансамбль выступал где-то. По-моему, если бы у нас было бы, все бы ждали этого гостя. Но у них совсем другая система, поэтому я не обижаюсь. У каждого своя работа. Так что прекрасный концерт. Самое главное, которые пришли туда зрители, они настолько обрадовались нашей встрече новым песням. Вот то, что там Амур Тикуев был, там Тепеев Алим был, там Байкулов Солтан был, Батчаев Ахмат был, Биев Аслан был. Вообще очень прекрасный концерт. Тепло встретили. Очень, очень тепло встретили. Лида, сейчас планируешь концерт в Карачаевске, буквально вот на днях, да? Было, знаешь, это по просьбам жителей Карачаевска, которые не могли приехать в Черкесск, в амфитеатр. Они очень хотели увидеть меня, пока я уехала в Турцию. Пусть она у нас концерт проводит. Я поэтому с большим удовольствием для своих же жителей, где я живу 50 лет. Вот просто я сделала и билет 500 рублей, это совсем ничего. Я очень хочу, чтобы этот зритель насладился новыми песнями и моими чувствами любви к ним. Понимаете? Лидочка, я благодарю тебя за участие в нашей программе. И почаще давай концерты. У нас. Спасибо, Белла. Спасибо за приглашение. Спасибо вам всем. Я вас очень люблю. Это все взаимно, Лида. Спасибо. На такой позитивной ноте я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире.